Это новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Короткий обзор на сегодня. Выступление депутата Национального собрания Республики Западная Армения Гайанет Атавосян. Российские миротворцы оказали гуманитарную помощь 324 семьям Мортунинского района. В джермуке невооруженным глазом можно увидеть проникшую на территорию Армении азербайджанскую группировку. Губернатор Вайот Зора. Знакомимся с Западной Арменией, провинцией Баэзэль. Исламизированные армяне. В Иране заявили, что организатором терактов Ширазы является гражданин Азербайджана. Образовательные центры армянских мигрантов, национальный кореш Мубарян. Депутат Национального собрания Республики Западная Армения Гайанет Атавосян на второй день конференции вызовы Западной Армении, организованные Национальным советом Западной Армении, представила бои самообороны, которые велись в различных провинциях Западной Армении, начиная с XVI века. Основными очагами оборонительных войск были Сасун, Зейтун и другие центры, которые в дальнейшем распространились на Муш, Карин и другие провинции. Депутат представила факты самообороны Мусадага, в частности отметив, «Турки предложили армянам сдаться, но они не пошлись на это и сражались, пока не пришла помощь». Она также коснулась теми героическому бою Арцаха и отметила, что целью освободительной борьбы было воссоединение Арцаха с Арменией. Российские миротворцы совместно с волонтерами проекта «Мы едины» оказали гуманитарную помощь 324 семьям в Мартунинском районе Арцаха. Об этом сообщает телеграм-канал российских миротворцев в Арцахе. Жители Мартунин получили предметы первой необходимости и продукты питания, говорится в сообщении. Из джермука невооруженным глазом можно увидеть азербайджанскую группировку, проникшую на территорию Армении. Об этом 7 ноября в беседе с журналистами сказал губернатор Вайодзора Арарат Григориан. По нашим данным, азербайджанская группировка все еще находится там, но Генштаб проинформирован лучше. Мы невооруженным глазом видим их в доступной видимости. Вы спросите у начальника Генштаба, какую группировку он имел в виду, говоря, что они покинули территорию. Напомню, что начальник Генштаба Эдуард Асрян заявил, что после 13 сентября оставшиеся подразделения противника в направлении джермука были отброшены. По словам Арарата Григориана, ситуация на границе относительно стабильная. В джермуке никаких происшествий не зафиксировано. Западная Армения требует, чтобы турецко-азербайджанские войска покинули исконно армянские территории, которые они захватили ко в ходе последних столкновений, так и до этого. Призываем наблюдателей Евросоюза, находящихся в республике Армения, обратить внимание на это. Провинция Баязет находится в изрумском велоэте Западной Армении. Раньше на месте Баязет располагался город-крепость Тароинг, который был резиденцией династии Багратуни. Баязет был расположен к северу-востоку от озера Ван. Центр города Баязет упоминается так же, как город-крепость. Через город протекала река Арацани со своими многочисленными притоками. Армянское население Баязета занималось торговлей сельским хозяйством, животноводством и ремеслами. Большинство из 200 магазинов и продуктовых лавок в городе принадлежали армянам. До конца XVIII века это был один из самых плотных заселенных городов Западной Армении. С численностью населения в 2000 армянских семей. В Баязете было несколько школ. До 1914 года существовала также армянская общая гимназия, которую посещало более 300 армянских учеников. В провинции был одноименный замок и множество церквей. Частые войны и нападения курских кочевых племен не раз вытесняли или уничтожали армянское население. Однако подавляющее большинство армянского населения все-таки удалось пережить резню и спастись, эмигрируя в Восточную Армению и другие страны. Часть исламизированных армян осознавали подлинность своих армянских корней, передавая это из поколения в поколение, а часть начала осознавать свои корни в последние 20-25 лет. Реакция на это была разной. Недавно в газете АГОС появилась новость об открытии Самусад адыяманскими армянами ассоциацию Хайдер. Создание таких объединений радует, а не как признак жизни в сгоревшем лесу. Они являются доказательством того, что, несмотря на великую катастрофу геноцида, постигшую армян и разлучившуюся исторической землей, их существование на этих землях, тем не менее, каким-то образом продолжается. Теракт в мавзолею города Ширас организовал гражданин Азербайджана. 7 ноября с таким заявлением выступило Министерство разведки Исламской Республики, где отмечается, что внутри страны главным организатором и координатором является гражданин Азербайджана, который по приезду в Тегеран сразу же связался с представителем группировки Исламское государство в Афганистане, сообщая им, что он находится в Иране. В группу, организовавшую теракт, в мечети входили также граждане Афганистана и Таджикистана. По данным Министерства разведки, по подозрению, причастному к теракту мавзолея Шах-Чарак, арестовано 26 человек. Это граждане Азербайджана, Таджикистана и Афганистана. Западная Армения официально осудила этот теракт. Мы соболезнуем всеми погибшим в теракте и разделяем вашу боль. Повседневная национальная школа Нубарям была основана в 1925 году в Каирском пригороде Гелиополис за счет божертвований национального филантропа Богоса Нубара Паши, в честь кого и была названа школа. В образовательном учреждении есть отделение детского сада начальной и средней школы. Целью учреждения является подготовка студентов к поступлению в высшие учебные заведения. В школе прибыдают армянский язык, литературу, историю Армении, библиографию, французский, английский, арабский языки, историю религии, естественной науки и искусства. В 1926 году в школе было 138 учеников, а в 1996 году 110 учеников и 23 учителя. В школе была своя библиотека и матанадаран. Издавалась газета «Арек». И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok